Фотовыставку «Рубеж обороны», приуроченную годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой в районе Звениграда, продемонстрировали окружные краеведы звенигородским школьникам. Мы подобрали достаточно редкие и по-своему уникальные фотографии, которые как-то вот иллюстрируют вот эту обстановку, сложившуюся здесь вот в конце ноября и в начале декабря 41-го года. Снимки достаточно уникальны. Они сделаны как любителями, так и профессиональными корреспондентами. Есть даже кадры немецких фотографов. Немецкие снимки, их выкупали местные краеведы у потомков, вот тех самых, скажем так, интервентов. И сейчас они, в общем-то, не видят в этом какой-то исторической ценности, готовы с ними расстаться, я имею в виду потомков, за какие-то деньги. После экскурсии школьников пригласили в зрительный зал, где на большом экране продемонстрировали фильм «Рубеж» российского режиссера Андрея Судиловского. Про войну сделано огромное количество фильмов, но и каждый автор, каждый человек, который это делает, он пытается, наверное, анализировать причины, делать какие-то выводы. Мы погрузились в фото и видео архивы. Когда медленно рассматриваешь хронику, особенно немецкую, они тогда очень подробно, художественно, можно сказать, снимали свои подвиги, в кавычках. И ты начинаешь понимать, как бы вот эту ткань войны, ткань истории, как немножко по-другому. И вот мы пытались это осмыслить через эту немецкую сторону. Над фильмом создатели работали около года, и впервые он вышел в эфир федерального телеканала в прошлом году. Мероприятие это запланировано в рамках развития патриотического туризма. И сегодня благодарна всем, кто пришел вместе с нами посмотреть этот фильм и посетить нашу выставку. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.